Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Черепашки Ниндзи Легенды. И сегодня у нас платиновые испытания Мощь. Будем добывать особые ингредиенты для прокачки героев на максимальную седьмую ступень. Вот, кстати, кто из героев принадлежит к этому классу? Ограничено их количество. Есть как положительные, так и отрицательные. Что интересно, все рафы принадлежат к этому классу. Вот, я думаю, мы их и возьмем для финального боя. А вот для первого боя давайте-ка я возьму команду мутантов. Итак, Бибоб классический, Рокстеди из мультика, Рокстеди из фильма, Мутагеноид и Паукус. Вот это и будет первый отряд, которым мы отправим в битву. Ну что же, вперед, давайте-ка посмотрим, как сработает эта команда. Давайте-ка я еще добавлю звука, чтобы это было поинтереснее. Вот, замечательно. Итак, первым атакует Паукус когтями. Вот, без проблем выбивает первого из роботов-крэнгов. Вернее, это крэнги на лечтающей платформе. А вот сейчас будем уже атаковать гигантских крэнгов. Вот, отлично. Ну что же, здорово сработал и Бибоб классический. А сейчас очередь Рокстеди из фильма. Ох, как здорово, Дубина выбил очередного крэнга и мы переходим к следующей волне. Итак, как роботы, так и крэнги на ходячих платформах. И начинает бой Мутагеноид. Ударом ладони, отправляя очередного из роботов-крэнгов на перерождение. Кроме того, и Рокстеди, смотрите, как здорово бодает своим рогом. Отлично. Продолжает выбивать противников. Остальных накрывает своей сетью Паукус. Что ж, замечательно. Справились и с второй волной. А вот теперь встреча и с боссами. Вот они, вот они, эти два босса. Лавовый и легенной големы, которые будут противостоять нашему отряду. Вот, объединяются, но я не думаю, что они смогут что-то противоставить нашему отряду. Ну что же, посмотрим. Итак, друзья, давайте-ка мы их атакуем при помощи... Вот пока Бибоб классический, смотрите, как здорово нанес удар. Снял большую часть здоровья лавового монстра. Ну и вот сейчас, надеюсь, Рокстеди из фильма ударом дубины его добьет. Да, лавовый голем уничтожен. Остался ледяной. И надеюсь, что удар ладони мутагеноида хватит. Не хватило. Выжил ледяной голем, пытается что-то сделать. Но паукус, вот метая слизь, его добивает. И мы празднуем победу в первом эпизоде. Ну что ж, просто чудесно. Итак, победа на три звездочки. И мы получаем нашу награду. Снаряжение мощь. Вот именно эти знаки и нужны для прокачки героев на седьмую ступень. Ну что ж, друзья, по-моему, замечательно. И мы идем ко второму эпизоду. Да, вот, кстати, благодаря телепортикам можем еще добывать эти знаки. Но это, опять же, зависит от удачи. Вот, не, давайте-ка мы пойдем. Вот второй эпизод. А в конце видео я еще попробую нашу удачу. Ну а для следующего эпизода давайте-ка, наверное, все же я возьму команду Рафов. Не могу дождаться, чтобы не отправить их в атаку. Итак, команда Рафов. Вот, к сожалению, только четверо. Кого-то не хватает. Не хватает ролевого Рафа. И не хватает оригинального. Было бы вообще здорово. Вот, я думаю, стоит ли вот кого-то прилечь. Давайте-ка я еще Лео привлечу на помощь нашим Рафам. Вот, чтобы уже была такая интересная команда. Хотя, можно было еще добавить оригинального Микеланджла вместо какого-то Рафа. Ну, пусть будет вот такая команда. Ну что же, начинает бой классический Раф, просто метая канализационный люк. И без проблем выбивая очередного Крэнга. Замечательно. Кроме того, ИСОВ использует особый удар Крогнарда Раф космический. Смотрите, как здорово наносит урон своим Сае, вытягивая его как хлыст. Кроме того, неплохо метает ИСОЙ щит Бумеранг. Лео ролевой. Опять же, побеждай очередного противника. Вот, просто супер. Ну что же, враг уничтожен в первой волне. И мы переходим ко второй. И давайте-ка я усилю нашу атаку благодаря ярости Рафа из мультика. Вот так делается. И у него злые глаза. Вот, от ярости пылает. И атака нашего отряда возрастает. Получается баф и положительные эффекты. Кроме того, пусть Раф из фильма привлечет к себе внимание. Оскорбит врага и уменьшив скорость вражеского отряда. Кроме того, было бы здорово подкрепиться. Раф классический на Сирас угощает себя и свой отряд. Усиливая и подлечивая. Ну а мы пытаемся добить оставшихся врагов. И так, использует Раф космических черепашонка Чонпи. Поджаривая одного из роботов Крэнгов. Есть. Враг уничтожен, что здорово. Радует. Кроме того, привлекает к себе внимание Лео Ролевой. Вот так, здорово. Отлично. И продолжаем добивать врага. И так, Раф из мультика с разворота бьется и отправляя очередного монстра на перерождение. Кроме того, метает холодильник уже Раф из фильма. Вот, нанося массовый урон. И без проблем сметает оставшихся врагов. А мы переходим к боссам. Вот они, вот они, эти два голема. Давайте-ка посмотрим, как наши Рафы смогут с ними справиться. И так, очень даже неплохо, мне кажется, это должно у них получиться. Ну что ж, посмотрим. Вот уровень возрастает, но я думаю, наши герои справятся. И так, и да, давайте-ка сразу же попробуем погасить лавового моста при помощи воды, который вот из водной колонки пытался направить во врага. Что интересно, смотрите, друзья, лавовому, вот, ледяному голему больше досталось, чем лавовому страна. Честно говоря, я думал, что лавовый больше понесет урона. Тем не менее, как-то вот так. Кроме того, Раф космический при помощи бластера пытается добить ледяного голема. У него здорово поменьше. И да, удар проходит. Враг уничтожит. И, возможно, бой закончит уже Лео огненным рощерком, вот, нанося классный урон лавовому монстру. Ну, возможно, на ледяном это было бы эффективнее. Вот, тем не менее, получилось как-то так. Раф пока отвлекает от Лео внимание на себя, оскорбляя этого монстра. Ну, а, надеюсь, бой закончит. Раф из фильма просто метнулся. Да, да, вот лавовый монстр уничтожен, и мы празднуем победу. Просто-просто чудесно. Итак, победа на 3 звездочки. Очень неплохо сработали Рафы. Вот, и мы получили снаряжение, мощь, что, конечно же, очень чудесно. Вот, воспользуюсь я телепортиком. Посмотрим, не улыбнется ли нам удача. Вот, к сожалению, пока не очень. Вот, удалось добыть эксперт-снаряжение. Ну, и пока это все. Что ж, друзья, идем к третьему эпизоду. И для третьего эпизода давайте-ка я возьму вот самых прикольных и необычных бойцов. Итак, Кожеголов. Самый, как по мне, необычный герой. Супер Шреддер. Ну, и кроме того, давайте-ка возьмем тех, кто еще не участвовал. Дони. Вот, видение Микеланджело оригинальной. Вот, и посмотрю, кто бы, кого бы еще взять этот отряд. Ну, и давайте-ка, друзья, я еще возьму Хана. Вот, мне кажется, очень необычный получился отряд. Ну, и вот вперед в атаку. Давайте-ка сразимся, посмотрим, как сработает эта команда. Хотя враг очень высокого уровня и чувствую, что бой будет непросто. Тем не менее, бой начинает Хан, который налаживает на врагов негативный эффект. Дебаф, видите, появился красный щит. Защита врага уменьшена. И, возможно, массовый урон гранаты Микеланджело оригинально нанесет довольно-таки существенный урон. Взрыв, удар. И, как видите, враг выживает. Ничего страшного. Давайте-ка еще вот обезопасим себя. И Супер Шреддер активирует свое сердце. Благодаря Мутагену у нас почти является постепенное исцеление на 3 хода плюс дополнительная защита. Кстати, вовремя мы это сделали. Враг атакует. Ого, досталось нашему отряду. Уменьшили враги защиту. Что ж, месть моя будет жестока и кожеголов вращаясь, как вот коток просто сминает и сметает оставшихся врагов. Ну и вот, как бы я потратил массовую атаку, а массовая атака осталась только у Супер Шреддера. Что ж, надо усиливать нашу атаку и до неведения рубит фигурку тигриного когтя. Тем самым усиливая нашу атаку, что опять же здорово радует. Итак, вперед бой. Хан наносит удар ноги. Ничего себе, как здорово с разворота выбивает очередного Крэнга. Неплохо. Кроме того, прыжком сверху Микеланджело наносит удар нычаками. Есть очередной монстр уничтожен. Отлично. Кроме того, Супер Шреддер метает костяные кунаи. Вот так здорово нанося повреждения. Вот я почему-то, друзья, приберег массовую атаку. Надеялся ее использовать на боссов. Хотя, возможно, нужно было ее добивать этих врагов. Ну, тем не менее, уже не переиграешь. И Хан добивает очередного Крэнга. А Кожеголов тем временем кричит, оскорбляет и привлекает внимание к себе. И да, вот смотрите, друзья, он еще прокачал броню. У него появился значок в виде шлема. Вот. А мы пытаемся добить остальных Крэнгов. Итак, до невидения метает каменную глыбу. Отлично. Очередной враг уничтожен. А Микеланджело оригинальный тем временем прокачивает иммунитет для всего отряда. Вот просто-просто чудесно. Итак, целая куча положительных эффектов. Но вот массовую атаку Супер Шедера пока и все же я приберегу. Попробую добить этого Крэнга. Пока как-то не очень. У все-таки силен враг. Но Хан отправляет того на перерождение. А мы переходим к финальному боссу. К финальному бою с боссами. Вот эти два голема, которых очень высокие сейчас уровни. Ой, чувствую, не просто будет нашим героям справиться с этим отрядом, с этими боссами. Они сейчас очень здорово подросли. Ну что ж, посмотрим. Вот действует ли защита. Постепенно исцеление действует. У некоторых персонажей защита ушла. Что ж, начнем бой. Итак, при помощи Крэнга. Кожиголову хватает. Наносит удар как дубиной. И снимает. Ну где тут тречущее здоровье. Я думаю, он снял огненного голема. До неведения добавляет удар молотом. Отлично. Вот кроме того, удалось наложить дебаф. Уменьшение защиты. И возможно Хан добьет. Да. Хан добивает лавового голема. Но ледяной приходит в ярость. Вот отлично. Ну что ж, Митти пытается что-то сделать. Снимает. Вот очень мало снял. Но возможно супер удар. Супер шредера. Возумеет действие. Итак, шипы из-под земли. Наносят колоссальный урон. Снимая большую часть здоровья. Но как видите, тот выживает. Ненадолго. Кроме постепенного урона. Хан добавляет еще ему дебаф. Видите. И на защиту. И на атаку. И это, друзья, победа. Вот пытается он что-то сделать. Я в шоке. Смотрите, друзья, сколько мало здоровья осталось у наших героев. У Хана вообще волосок. Вот у супер шредера тоже по минимуму. Вот только выживали. Вот полное здоровье у Кожелоголова и Дони. Ведение. И надо наносить добивающий удар, что делает Кожелоголов. Ударом хвоста отправляет ледяного голема на перерождение. А мы празднуем идеальную победу. И, конечно же, получаем особое снаряжение. Мощь. Ну вот, супер, друзья. Итак, теперь герои с этим снаряжением я смогу прокачать. Вот, кстати, у меня как раз не хватало. Давайте-ка, друзья, посмотрим. Вот Рафа, либо Кожелоголова. Вот, кстати, Кожелоголова у меня есть. Да, вот видите, друзья, уже появилось это снаряжение. И я могу вот некоторую его способность уже прокачать на седьмую ступень. Но не хватает. Не хватает. Не везде вот достаточно, чтобы прокачать эту способность. Ну что ж, давайте-ка я еще телепортиками попробую вот добыть этих знаков. Возможно, нам еще сегодня повезет. И так, пока не очень. Вот, пытаюсь что-то добыть. И что же, и, к сожалению, друзья, телепортики закончились. Что ж, на этом сегодня я уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, кого из героев прокачивать в следующем видео. Я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. А чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok